В известном московском издательстве «Эксмо» вышел ее роман. Это, в общем-то, большая честь. У нас весь Аксенов в этом издательстве выдается. Спасибо большое за представление. Действительно, в издательстве «Эксмо» вышел первый роман серии про детектива с Филфака, детектива-филолога. Я хочу показать, как выглядит эта книжка. Роман называется «Унесенные благосферой». Мы оставляем постоянный текстовый след в этой параллельной информационной реальности. Я буквально недавно посмотрела результаты конкурса «Слово года», конкурс, который отмечает некоторые знаковые слова, те, которые как-либо изменили нашу реальность. Очень много из них – это слова из информационной сферы, из сферы интернета. Ну вот, например, это слово «биткоин», слово «хайп», «баттл», «баттл», происходящий на сцене и потом выкладывающийся в YouTube. То есть битва такая, рэп-битва в том числе. Это фейк, фейковые новости в частности и так далее. То есть очень много информации мы получаем через сеть. И лингвисты подсчитали, вот Михаил Эпштейн в частности, это филолог, который занимается этим конкурсом в России. Он посчитал количество новых слов в 2017 году и сделал вывод, что 50% из них не имеют отношения к нашей реальности существующей, а имеют отношение к реальности информационной. 50% – это много. Мы очень серьезно задействованы в двух параллельных вот этих вот мирах. Честно говоря, я не думала, что я вообще напишу этот детектив про детектива-филолога. Я ждала, что его напишет кто-то другой. Потому что детективы сейчас появляются самые разные. Люди пытаются нащупать нашу реальность, пытаются понять, что происходит. Реальность слишком другая. И вот вы можете даже вспомнить те сериалы, которые идут по телевизору, те книги, которые мы получаем. Это детектив-математик, детектив-психолог. Вот Метод Фрейда прошел сериал. Детектив-нюхач, который по запаху что-то определяет. Даже муж мне подсказал детектив-экстрасенс. И я ждала, честно, и ждала довольно долго, что очень скоро появится персонаж, который будет делать исследования, раскрывать загадки нашей этой реальности в мире текста, который мы оставляем. Появилась такая сфера деятельности, как юридическая филология. Обычно это дела достаточно скучные. Там клевета, оскорбления, вред деловой репутации, там управдом поссорился с водоканалом. Постепенно в моей практике начали появляться спорные тексты, которые сами начали напоминать детектив. То есть, вот, например, было у меня такое дело, где фигурировал молодой человек, молодой прекрасный человек, скажем так, и женщина в возрасте. И вот два этих персонажа, два этих человека, тут не персонажи, это реальные люди, они утверждали совершенно разные вещи. Женщина говорила, что ее втянули в некий бизнес и обобрали, а молодой прекрасный человек говорил о том, что это было обоюдное решение, никакого мошенничества здесь не было, все было прекрасно. Исключительно методами анализа их переговоров, анализа текста общения этих двух людей удалось понять то, что это действительно были речевые манипуляции и то, что действительно преступление имело место быть. Наши тексты говорят о нас очень много. По нашим текстам, о нас, о людях, которые эти тексты производят, можно сказать гораздо больше, чем то, что мы сами хотим сказать. То есть у текста есть информационная составляющая, а есть составляющая, как это сказано. Есть еще и очень мощный пласт филологических методик, самых настоящих прикладных, количественные методы, те, которые связаны с математикой, которые позволяют просто этот текст перевернуть с ног на голову и узнать о человеке очень и очень много. И так появилась Виктория Берсенева, которая работает экспертом-филологом и распутывает вот такие вот сложные дела. Если говорить вот об этом тексте, то он весь основан на анализе социальных сетей. Молодую пару убивают в собственной квартире, и к филологу приходит следователь, который приносит ей вот такую вот стопку распечатанных текстов из социальных сетей. То, что она вычитывает из этих текстов, помимо информации, которая там дана, и позволяет раскрыть преступление в то время, как следствие заходит в тупик. Я сейчас прочитаю небольшой отрывок из романа, где по визуальным, по визуальной составляющей и по тексту, который убитая пара разместила в социальных сетях, филолог делает определенные выводы. Он анализирует, что же там такое происходит. Первым делом бросалось в глаза, что записи в основном вела Светлана Романихина, эта убитая девушка. А ее муж, сын ученого по имени Валерий Романихин, чаще репостил и иногда комментировал записи супруги. Записи везлись ежедневно, и репостил он ежедневно. Соответственно, следил Зорко. Большинство записей на стене Светланы оказались организованы словами со значением «ходить», «быть», «присутствовать». Например, были на концерте Баскова. «Супер!» Или «ходили на хор турецкого». «Всем рекомендую». Или «Сегодня были на ледовом шоу. Завтра идем на Вишневый сад». «Привет, Франция!» Как прекрасны белые пески Гоа. «Завтра идем в ресторан Венеция. Празднуем три года совместной жизни». Примеры показались мне очень наглядными, и я немедленно сделал документ под названием «Анализ структуры и содержания страницы в социальной сети». Разделил документ на колонки, стена, группы, личные сообщения, другие записи – музыка, фильмы, заметки. В графе «Стена» появилась первая запись. «Вася был тут» или «check-in» от английского «check-in» – отметка. Тип публичного высказывания, главной целью которого является сообщение о своей причастности к модным и престижным местам или событиям. Поскольку подобное расписывание жизни и уровня дохода в открытом доступе в социальной сети привлекательны для воров-домушников, данная версия должна быть проверена первой. Однако в деле Светланы и Валерия это теоретическое положение не работало. Несмотря на то, что молодые романихины с удовольствием сообщали обо всех своих отлучках из дома в режиме реального времени, преступник или преступники не ограбили семью. Все вещи, по словам следователя, оказались на месте. Ничего ценного из квартиры не исчезло. Изучив стену, я кликнул на список групп, в которых состояли романихины. Молодая женщина и здесь была намного активнее своего мужа. Светлана украшала свою стену изречениями из групп вроде «Я целуюсь лучше, чем готовлю». «Мои глаза кайфуют, когда твои ревнуют». «Няшки, киски». «Испания, я от тебя в восторге». И тому подобные сообщества, которые делают большинство страниц в социальных сетях похожими друг на друга до полного неразвлечения. Надо сказать, что все записи, которые вообще здесь в романе присутствуют, любые тексты, написанные убитой парой, это реальные тексты. То есть я использовала такую технику. В драматурге она называется техника вербатим. От слова дословно. Единственное, что имеет право делать драматург или писатель, это монтировать. Я поняла, что как только я начинаю писать текст сама, интрига уходит, интерес уходит. Текст должен быть оригинальным. Поэтому я сидела в социальных сетях, анализировала страницы разных людей, и вот получался такой текст. Давайте еще один отрывок я прочитаю. Виктория разговаривает с братом убитого, вот этого молодого человека. Брат, естественно, под подразрением, и она пытается проверить кое-какие свои догадки, естественно, она его немножко провоцирует, и в то же время выясняет тоже более глубоко об этих персонажах, и выдает ему свои заключения. То есть вот Виктория говорит, «То есть ваш брат без памяти влюбился в красавицу, с большими запросами, фактически без профессии, любительницу красивой жизни, как она ее себе представляла?» Это были вопросы на грани приличия. Во всяком случае, такой пренебрежительный тон недопустим по отношению к убитым людям. Как ни странно, собеседник демонстрировал великолепную выдержку. До свадьбы Светлана работала продавцом, а после свадьбы уже нигде не работала, лаконично отозвался Вадим. А ее семья? Она ведь была из небогатой семьи, верно? Почему вы так решили? По лексике? Вадим снова поднял очки, уставившись холодными прозрачно-серыми глазами на Вику. Видимо, очки ему мешали, но через несколько секунд неуместные окуляры вновь оказались на переносице. При всей правильности черт лица без очков он производил неприятное впечатление из-за глаз. Как? Спросил он с совершенно идеальной вопросительной интонацией, которая означала только запрос информации, чистой от примесей других эмоций. Поэтому правильно ли Вики на заключение установить было невозможно. Однако Вика не смутилась. Ваша невестка любила давать оценки увиденному и услышанному, охотно объяснила она. Я насчитала 15 основных прилагательных. Превосходный, ультрагламурный, светский, сияющий, исключительный, звездный, изысканный, волнительный, волшебный, сверхкультовый, лучший, ведущий, самый, сексуальный, блистательный, шикарный. Плюс иностранные слова. Бренд, тренд, аутлет, фэшн, бьюти, винтаж и им подобные, употребляемые не всегда к месту, что свидетельствует о неточном представлении об их значении. Эта лексика характерна для так называемого дискурса гламура. Это терминология глянцевых журналов для женщин. Тот, кто читает хорошую литературу, не заразится языком СМИ такого типа. Значит, в семье, где выросла убитая, ей не привили привычку к хорошему чтению. Девушке 26, то есть она поступила в вуз в начале 2000-х. Это время, когда дети из обеспеченных семей поступали на бюджет престижных вузов. Дети из менее обеспеченных семей поступали в те же престижные вузы, но на платной основе, а дети из бедных семей довольствовались тем, что стояли в платной очереди за тепломом в коммерческих учебных заведениях. Престижные вузы, вроде нашего университета, худо-бедно воспитывают вкус и прививают знания. Поэтому делаем вывод, выражаться так, как выражалась Светлана, может или совершенная дурочка, а абсолютной дурой ваша невестка не была, либо человек плохо образованный. Значит, третий вариант за штатный платный вуз, где обучение было дешевле. Прибавляем сюда гипертрофированное желание продемонстрировать приобретенные в замужестве жизненные блага и получаем Золушку. Думаю, ее собственная семья не просто бедна, а скорее всего в чем-то даже немного ущербна. Возможно, пьющий отец? Браво! Кивнул мужчина, которого я про себя прозвал вампиром, из-за странной светобоязни. Ну, не стоит над ней смеяться. Многодетная семья, да. Отец рано умер. Девушка привыкла пробиваться сама. Проговорил Вадим, снова без интонации, как будто прочел по бумаге. Так почему ваши родители поддержали выбор Валеры? Продолжала Вика. Ведь были, наверное, кандидатки из вашей среды. Ну, вот такой вариант филологического анализа уже, скажем так, спасибо, скажем так, финальный. Мы с вами сейчас, вот, собственно, выходим уже к нашей игре, к нашим квестам. Будем с вами анализировать согласно нескольким, даже не одной методикам. Главный вопрос, скоро ли получат повышение? Ну, вот, я наблюдаю эту ситуацию в реальности. Этот человек до сих пор работает. Да, то есть, вот одиннадцатый год, и человек повышение пока не получил. А теперь давайте мы возьмем художественные тексты. Это всегда сложнее. Мы проанализируем с вами текст художественный. Текст художественный всегда анализировать сложнее, чем прямую речь, потому что там накладываются уже несколько точек зрения. Точки зрения персонажа, точки зрения автора. У нас в Казани есть такой замечательный поэт и прозаик Нурри Бурнаш. Нурри Бурнаш. Сразу, да, предтекстовое задание, как на уроке. Кто жертва, а кто негодяй в конфликте? Рассказ называется «Личное дело». Симпатичная девушка в переполненной маршрутке громким нервным шепотом общалась по телефону. Судя по тому, что она периодически срывалась на крик, ее собеседник находился в какой-то шахте. Пассажиры уже минут 20 усердно имитировали полнейшее равнодушие к содержанию разговора. Все кроме интеллигентного старика, сидевшего прямо напротив говорящей, его вратительное лицо живо отражало крутые повороты чужой беседы. Девушка-соседа не замечала, когда орешь на шахтера, нельзя отвлекаться. Из-за тебя возмущалось она в пространство. Весь город в курсе наших отношений. Весь город, ты понимаешь? Ты говоришь о наших проблемах со всеми подряд. Всеми подряд говорю. Мои самые интимные. Девушка сделала паузу, чтобы воздушить ответ. Старик замер напряженном ожидании. Водитель выключил радио и забыл подъявить остановку. По салону с грохотом пролетела муха. Через долгие полминуты к общему облегчению разговор продолжался. Все коммунилии суют нос в нашу семейную жизнь. Мою жизнь. Жизнь, говорю тебе. Твоя мама, моя мама, вся наша чертова родня радостно обсуждает наш развод. И не только развод, но и его причину, которая никого не касается. Никого. Автобус затаился. Кондунтер уронил рулон посадочных талонов и стал его бездолгово искать на полу. На нее шикнули. Студент не стал выходить возле университета. Старик сочувствовал всем лицом. По твоей милости, я скоро не смогу ходить на работу. Это подло, слышишь? Девушка смотрела в окно злыми красивыми глазами. Ты обещаешь мне, что это прекратится? Обещаешь? Кто жертва, а кто негодяй в этом рассказе? Как вы думаете? Вот если анализировать этот текст, так скажем, в лоб, прямо, то кто виновник проблем девушки? Конечно, молодой человек. То есть девушка, во всяком случае, она выставляет себя жертвой, а негодяем здесь является молодой человек. Но мы, конечно, понимаем, что в реальности все может быть, может быть, пока мы говорим, потому что мы ученые, и мы не можем делать выводов сразу. Может быть, все наоборот. Давайте попробуем выбрать, какой здесь представлен конфликт. Итак, у нас мнения разделились. Либо люди спорят по поводу, который лишь символически связан с настоящим конфликтом, либо конфликт по причине того, что кто-то говорит правду, которая раньше хранилась в секрете. Правильно я понимаю ваш текст? У меня складывается ощущение, что я все меньше понимаю то, что я написал. А вот с филологами всегда так. Кстати, когда начинаешь анализировать текст, особенно с журналистами, какие-нибудь дела по клевете или вреде деловой репутации, анализируешь статью и клиент говорит, человек, который подал в суд, боже, это такая клевета, это такой кошмар, а журналист смотрит и говорит, я этого не писал, я вообще не это имел в виду. Это обычный конфликт понимания. Нащупали конфликт этой истории, что на самом деле говорят они не о том, что там есть мощный подтекст. Мы можем на самом деле сказать о чем конфликт. Это любовный конфликт данной ситуации. Любовный конфликт. Но мы не можем по этому тексту сказать, чем история кончится. По твоей милости я скоро не смогу ходить на работу. Это подло, слышишь? Девушка смотрела в окно злыми красивыми глазами. Ты обещаешь мне, что это прекратится? Обещаешь? Клянусь, внезапно божкикнул старик напротив и приложил к сердцу руку с тонкими длинными пальцами. Ну вот, посмотрите, как изящно автор выходит из этой, казалось бы, тупиковой ситуации. Конечно, хотелось бы сказать, что тут явный конфликт поколений, да? То есть мне нужен был персонаж, который был по образовательному уровню, по культуре и поведению немножко и другой были. Получается, все равно театральное разрешение самой этой истории? Разумеется. То есть тут другого-то... То есть старик выходит из руль как бы такого... Слушателя. Слушателя, и выходит на сцену тоже. Угу. из руль блога сферы не подумала, живем в этом сфере. Спасибо. Так приятно. Я в свою очередь в вашу поклонницу ваших работников сфере.